Белгородские госавтоинспекторы сегодня посетили травматологическое отделение областной детской больницы. Вместе со стражами порядка пожелать маленьким пациентам скорейшего выздоровления и поздравить их с наступающим Новым годом пришли Дед Мороз и Снегурочка. Эта акция дала старт оперативно-профилактическому мероприятию «Внимание! Каникулы». Елена Коржова убедилась, сейчас самое время напомнить о безопасности. Привет! Привет! По больничным коридорам идет сама сказка. Новогодних волшебников встречают восторженные возгласы и радостные улыбки, потому что даже на больничной койке дети верят в чудо. А когда пожелания звучат из уст Деда Мороза и Снегурочки, нет сомнений в том, что они исполнятся. Тебе вот такую вот большую машинку от Дедушки Мороза будешь собирать. Выздоравливай скорее, не боли. Однако повод для сегодняшней встречи совсем не сказочный. Только в декабре на дорогах региона пострадали 16 детей-пешеходов. Стражи порядка спешат напомнить, соблюдать правила дорожного движения жизненно важно. Обращайте, пожалуйста, внимание на все, да, на автомобиле, смотрите по сторонам, влево, вправо. Осторожность и бдительность – вот о чем следует помнить на дороге. В этом уверена 8-летняя Катя. Девочка последние три недели провела в больнице. Причина тому – авария на железнодорожном переезде в Беломестном. Иномарка попала под товарный поезд. Два человека пострадали, двое погибли. Тогда, 3 декабря, Катя потеряла маму, а ее отец – жену. Сейчас ребенок приходит в себя, но вряд ли осознает произошедшее. Как самочувствие? Нормально. Конечно, тяжело говорить об этом. Но вот нас уже побежали, опять не забывали. В обстоятельствах этого ДТП разбираются следователи. А у Кати впереди долгие месяцы реабилитации. Таких, как она, в мотологическом отделении областной детской больницы сейчас трое. Но с началом каникул поток дорожных пациентов возрастет, говорят медики. При этом подчеркивают, травмы у детей в авариях чаще всего легкими не бывают. Всегда сопровождаются большими повреждениями костной ткани, мышечной ткани, черепными травмами. То есть, это связано с травмой головного мозга. Оно это, естественно, сказывается на дальнейшем их выживании и наличием потом осложнений в послеоперационных периодах, вплоть до инвалидизации. Предотвратить аварии с участием детей – вот главная цель этой акции. А потому госавтоинспекторы еще раз повторили правила вместе с маленькими участниками движения. Особое внимание уделили переходу проезжей части. Я сначала смотрю налево, перешла, остановилась, смотрю направо и перехожу дальше. Подождать зеленого сигнала. Потом посмотреть направо, налево и продолжать. А зачем мы посмотрим? Может машина ехать, все равно кто-то может отвлечься, кто-то может не посмотреть на людей. Акция дала старт профилактической операции «Внимание каникулы». Она продлится в регионе до 12 января. В центре внимания госавтоинспекции будет безопасность детей. Запланированы тематические уроки в школах и встречи с водителями общественного транспорта. Рейды по соблюдению правил перевозки несовершеннолетних. При этом полицейские надеются на сознательность взрослых участников движения. В таких именно погодных условиях и в складывающихся ситуации я хотел бы обратиться к водителям транспортных средств. Во-первых, о неукосительном соблюдении скоростных режимов движения. Особенно необходимо быть внимательным при подъезде к нерегулируемым пешеходным переходам, где зачастую и происходят наезды на пешеходов. Во-вторых, это повышенная дистанция для того, чтобы предотвратить сами последствия дорожно-транспортных происшествий. Только в понедельник в области на зебрах сбили троих детей. А всего с начала года в Белгороде под колеса попали 24 юных участника движения. Спешащим по своим делам водителям стоит задуматься. Сегодня вы не пропустили маленького пешехода, а завтра уже другой водитель не уступит вашему ребенку. Стоит ли сэкономленное время детского здоровья и уж тем более жизни? Елена Коржова, Александр Поддубный. К этому часу Белгород.